Продолжение следует... Продолжение следует... Вам предлагается в дистанционном режиме ознакомиться с представленными видеоматериалами коллег, а затем, нажав кнопку «Обратная связь», поделиться своими впечатлениями, задать волнующие вас вопросы, высказать свои предположения. Тема нашей секции в этом году – развитие профессиональной компетентности работников образования в условиях введения и реализации образовательных и профессиональных стандартов. И традиционно работа секции начинается озвучиванием некоторых итогов методической работы в 2019-2020 году. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что вся методическая работа в прошедшем учебном году была направлена на реализацию национального проекта образования, разработанного правительством Российской Федерации в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации. И который звучит о национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года. Национальный проект образования предполагает реализацию четырех основных направлений, два из которых напрямую относятся к деятельности учителя. Первое – это обновление содержания образования. И второе – подготовка соответствующих профессиональных кадров. В рамках национального проекта есть федеральные проекты, один из которых «Современная школа». У нас в городе существует муниципальный проект «Современная школа». И основными результатами реализации этого проекта к 2024 году – то, что должны быть внедрены на уровнях основного общего и среднего общего образования, новые метода обучения и воспитания, образовательные технологии и совершенствование методов обучения предметной области технологии. Согласно задачам муниципальной составляющей проекта «Современная школа», в 2020 году 15% образовательных учреждений должны обновить содержание и методы обучения предметной области технологии. Поэтому при планировании методической работы учитывались как требования национального проекта образования и ваши профессиональные потребности, выявленные по итогам анкетирования в 2018-2019 учебном году. Итоги приведенного анкетирования показали, что потребности разные, но все-таки есть потребности, характерные для большого числа учителей. Например, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование ИКТ-компетентности педагога, модернизация методических подходов и технологий обучения предмета, эффективные подходы к преподаванию и факторы, способствующие повышению качества их преподавания. И на слайде видите, что эти потребности от 40% проанкетированных учителей до 26%. Цифры довольно значительные. Поэтому и направления методической работы в прошедшем учебном году строились так, чтобы удовлетворить эти ваши потребности. По этим направлениям в течение учебного года было проведено 38 мероприятий. 694 учителя смогли поучаствовать в этих мероприятиях. Если посмотреть, всего в течение года было проведено тоже достаточно большое количество мероприятий, 38. И еще раз говорю, что 694 педагога поработали, поучаствовали в проведении этих мероприятий. Большой пласт работы был проведен с начинающими учителями. Был приятный момент на августовской конференции прошлого учебного года, когда выяснилось, что 21 молодой педагог пришли на вакантные места в образовательные учреждения города Томска. И, конечно же, этим учителям нужна помощь в профессиональном становлении. Для того, чтобы удовлетворить не все, конечно, но самые необходимые их потребности, с начала года и до конца работали две школы молодого учителя. В рамках этих двух школ молодого учителя проведено 10 занятий. 171 учитель посетил эти занятия. Это такие школы молодого учителя, как «Траектория успеха» и новая в этом прошедшем учебном году у нас была школа «Стратегия смыслового чтения». Впервые в прошлом учебном году мы провели с вами День учителя технологии. Современные подходы организации технологического образования школьников города Томска. А мероприятие планировалось в первую очередь для молодых учителей, но вызвало интерес и учителей с большим стажем работы. Всего на мероприятиях в рамках Дня учителя технологии поучаствовали 81 учителя. Школу молодого учителя «Траектория успеха» уже не первый год возглавляет, организует ее работу Трофимова Наталья Олеговна, учитель технологии школы номер 4. Она и ее сподвижники как раз вот и организовали все эти мероприятия. Радует то, что число учителей, желающих попробовать себя в качестве учителей-наставников, растет и становится с каждым годом все больше. Брухноль Елена Геннадьевна, Рулинская Елена Аркадьевна, учитель технологии 13-й гимназии, Сафронова Нина Владимировна, учитель школы 47, Сон Светлана Тимофеевна из 23-й школы, Москалева Виталия Петровна, учитель технологии гимназии 29, Новикова Марина Владимировна, учитель технологии школы 53, Носов Дмитрий Валерьевич, Низамудинов Радик Оглямович, учителя технологии 4-й школы, Воснесенский Сергей Павлович, учитель технологии 13-й гимназии, в этом году поработали, активно поработали с молодыми учителями, за что им большое спасибо. И как раз вот на слайде вы можете посмотреть фамилии и имя отчества тех учителей, которые в течение года для молодых учителей проводили мероприятия. Хочется сказать еще и о том, что на сайте МАУ-МЦ есть кабинет виртуальных наставников, в который входит Трофимова Наталья Олеговна, Сафронова Нина Владимировна. Эти учителя с большим опытом работы готовы ответить на вопросы не только молодых учителей, но и опытных учителей. Ответить могут, используя возможности электронной почты, ватсапе и используя другие возможности сегодняшних видов связи. Мероприятия, проводимые для молодых учителей, в общем-то, всегда интересны, всегда проводятся в интерактивном режиме, всегда вызывают большой интерес. И приятно то, что уходя с занятий школ молодого учителя, педагоги всегда говорят спасибо организаторам и получают методические материалы, которые затем помогают им в работе. Одной из потребностей было знакомство с концепцией преподавания предметной области технология. И для этого тоже была проведена работа по погружению уже на августовской конференции прошлого года учителей технологии и на пленарной части Дня учителя технологии с большим интересом присутствующие заслушали выступления Колесниковой Елены Владимировны, декана факультета технологии и предпринимательства ТГПУ, Филипповой Надежды Алексеевны, старшего преподавателя кафедры непрерывного повышения профессионального мастерства и методического сопровождения педагогов ТАИПКРО и регионального координатора по как раз изменению содержания предмета технологии. В их выступлениях говорилось об ожидаемых эффектах изменений технологического образования, причинах, обуславливающих необходимость этих изменений, о подготовке учителя технологии в современных условиях, о перспективах взаимодействия школ и вузов, об обновлении вариативной части содержания образования основной образовательной программы по нашему предмету. В прошедшем учебном году для удовлетворения других потребностей, которые мы уже с вами озвучили, было проведено еще 16 мероприятий, 410 учителей также смогли на них поприсутствовать. Хочется сказать спасибо учителям, вашим коллегам, которые принимали участие в проведении этих мероприятий. Трофимова Наталья Олеговна, Носов Дмитрий Валерьевич, Низамудинов Радикоглямович, Брухноль Елена Геннадьевна, Рулинская Елена Аркадьевна, Вознесенский Сергей Павлович, Клевакина Оксана Петровна и Жданова Татьяна Анатольевна, Кучмин Сергей Александрович, Сон Светлана Тимофеевна, Залешина Марина Александровна, Мария Семеновна Тельменева, Виталия Петровна Мозгалева, Самсонова Наталья Николаевна, Сафронова Нина Владимировна, Щербинина Анжелика Геннадьевна. Согласно задачам муниципальной составляющей национального проекта современной школы, я еще раз повторюсь, в 2020 году уже 15% образовательных учреждений должны были обновить содержание и методы обучения предметной области технологии. И одним из направлений для реализации поставленной задачи стала апробация кейсов регионального проекта «Территория интеллекта». Был издан приказ Департаментом образования и администрации города Томска номер 770 от 18 октября 2019 года. Согласно приказу, апробация кейсов должна была пройти с 1-го по 7-й класс во всех общеобразовательных организациях. Но в апробации кейсов в прошедшем учебном году приняли участие 43 образовательных учреждения. Это примерно 64% от общего числа имеющихся в городе. Не приняли участие 14 образовательных учреждений. Вы видите номера этих учреждений на слайде. Причины были разные. На этой диаграмме вы видите информацию, сколько обучающихся приняло в апробации кейсов регионального проекта территории интеллекта. В общей сложности 6968 обучающихся, 3644 мальчика и 3322 девочки 5-7 класса. Очень интересный разброс в ваших предпочтениях. Наиболее востребованными оказались лискейсы, такие как подставка для смартфона, кристаллы, жиоды, фильтр для воды, мосты в жизни человека. Но и более сложные, те, которые требовали специальных знаний, специального оборудования, специальных приборов, нашими учителями также были востребованы. По итогам апробации кейсов было проведено анкетирование. И один из вопросов как раз был о том, считает ли учитель, апробировавший кейсы целесообразным дальнейшее включение их в программу, в тематическое планирование, и выполнение с ребятами. И вот как интересно распределилось мнение учителей. О целесообразности высказались 53% учителей, нецелесообразно 20% учителей, 10% воздержались от ответа ответа. Ответа или не нужно все-таки вводить эти кирсы. Ну и еще одним направлением была апробация двух модулей в этом году. Модуль Пенал и модуль Космическая станция. Программы технической направленности, промышленный дизайн, проектирования материальной среды. Если предполагалось, что модуль Пенал в состоянии выполнить учителя на той материальной базе, которая есть в их образовательном учреждении, то модуль Космическая станция выполнялся только в тех образовательных учреждениях, которые могли использовать высоко оснащенные учениками места в своих образовательных учреждениях или в других. Вот мы сейчас с вами на слайде видим, что несмотря на то, что модуль Пенал должен был выполняться во всех образовательных учреждениях, тем не менее он выполнен только в 33 образовательных учреждениях нашего города. Самое интересное, что выполняли как обучающиеся пятых классов, так и шестых, седьмых и даже восьмых. Всего в апробации этого модуля приняло участие почти 5000 обучающихся. И опять же есть образовательные учреждения, которые не приняли участие в апробации этого модуля. Вы номера их видите тоже на слайде. 68 учителей приняли в апробации этого модуля в прошедшем учебном году. Модуль космическая станция выполнялся только в 18 образовательных учреждениях. Для выполнения этого модуля требовалось знание владения специальными программами такими как Fusion 360 например не все учителя ее владеют выполнялся теми образовательными учреждениями которые нашли возможность заключить договора с учреждениями среднего профессионального образования с кванториумом иногда школа школа связка была это как раз школы которые имеют высоко оснащенные учениками ста были трудности о них мы говорили с вами на дне учителя это то что нужно менять расписание сложности с расписанием то что надо возить детей к определенному времени и забирать то что сам учитель не всегда имел возможность обучаться вместе с учениками но тем не менее посмотрите коллеги что опять же этот модуль выполняли и обучающиеся 5-х и 6-х и 7-х и 8-х классов 2036 учеников нашего города приняли участие в апробации модуля космическая станция и опрос учеников учителями анкетирование учителей о целесообразности включения модуля в рабочую программу предмета в основном было за у учеников ответ что было интересно учителя отвечают что было трудно но интересно желающие учителя освоить программу Fusion 360 имели возможность пройти курсы повышения квалификации которые проводились на базе кванториума проводились в других учреждениях нашего города чуть ранее я сказала что и по другим заявленным вами профпотребностям мы проводили мероприятия ну например ряд мероприятий был проведен по обучению смысловому чтению проведены консультации для учителей технологии в офлайн режиме и вебинары когда мы с вами в начале четвертой четверти столкнулись с тем что мы в экстренном порядке должны были переходить на дистанционное обучение обучение школьников учились сами учили детей был проведен семинар практику особенности организации работы с детьми с ОВЗ были проведены мастер-классы по выполнению кейсов регионального проекта территории интеллекта 16 мероприятий проведено для удовлетворения этих ваших потребностей 410 учителей воспользовались возможностью посетить эти мероприятия в конце учебного года традиционно нашей организации муниципальным автономным учреждениям информационно-методическим центром было проведено анкетирование учителей всех предметов в том числе технологий для выявления профпотребностей ваших на следующий учебный год и по итогам этого анкетирования выделены основные ваши профпотребности впервые появляется такая профпотребность как подготовка обучающихся к ВПР и НИКО будем удовлетворять обучение детей с ОВЗ а именно методики технологии формы организации учебной деятельности программно-методическое обеспечение проектирование учебных занятий повышение ИКТ компетентности педагога реализация предметной концепции остаются приоритетными методической работе на следующий учебный год год был трудный год был интересный год был необычный и по итогам года традиционно в конце нашей конференции награждаем учителей за их работу в прошедшем учебном году и мне очень приятно сказать что в отчетной грамоте департамента образования администрации города Томска награждается Трофимова Наталья Олеговна учитель технологии школы номер 4 города Томска бессменный руководитель школы молодого учителя траектория успеха виртуальный наставник молодых специалистов участник проектов учитель который вносит ведет большую методическую работу в городе спасибо Наталья Олеговна Сафронова Нина Владимировна также награждается почетной грамотой департамента образования Нина Владимировна бессменный участник всех мероприятий для учителей технологии в городе Томске наставник виртуальный очный человек которому можно обратиться с любым вопросом за помощью который никогда никому не отказывает спасибо большое Нина Владимировна Рулинская Елена Аркадьевна также награждается почетной грамотой департамента образования Елена Аркадьевна как и Наталья Олеговна всегда следит за тем новым что происходит в нашем предмете и в этом году она вместе с Вознесенским Сергеем Павловичем своим коллегой знакомила нас с тем что такое полигональное моделирование с тем как работать на станках с числовым программным управлением помогало сделать наш первый день учителя технологии ярким необычным незабываемым спасибо Елена Аркадьевна Сметнова Наталья Николаевна награждается грамотой муниципального автономного учреждения информационно-методического центра города Томска Наталья Николаевна также принимает участие в мероприятиях для учителей сама участвует в организации и проведении многих мероприятий спасибо большое за ваш труд ежегодно радует нас своими мастер-классами Сон Светлана Тимофеевна учитель технологии школы номер 23 и очень приятно что этот человек получает грамоту большое спасибо Светлана Тимофеевна за ваш труд в этом году яркой такой звездой ворвалась что ли в нашу методическую работу Клевакина Оксана Петровна и Жданного Татьяна Анатольевна учителя технологии 58 школы именно они проводили интересные мастер-классы именно они пытались показать возможности использования программы Fusion 360 и других компьютерных программ для моделирования в процессе обучения технологии Жданного Татьяна Анатольевна как и Клевакина Оксана Петровна также награждается грамотой Залешина Марина Александровна учитель технологии гимназии 24 Ею проведено в течение года несколько методических мероприятий Каждая была ярким запоминающимся Она взяла на себя выполнение самых сложных самых материально затратных кейсов регионального проекта территории интеллекта и обучала этой работе вас уважаемые коллеги Большое спасибо Марина Александровна за ваш труд В этом году как и в прошлые годы конечно же учитель технологии участвовали в разных профессиональных конкурсах Костов Евгений Александрович посмотрите какие достижения дипломы первой степени в номинациях оригинальный жанр и декоративно-прикладное творчество всероссийского конкурса творческих работ и декоративно-прикладного творчества Трофимова Наталья Олеговна учитель технологии четвертой школы второе место в международных конкурсах счастливый мир дидактический интернет символ года первое место во всероссийском конкурсе методических разработок урок в цифровой школе 2019 в этом году для учителей технологии информатики был проведен сложнейший и в то же время интереснейший конкурс первые шаги в профессию еще раз говорю что в этом году два учителя двух предметов участвовали в этом конкурсе информатики и технологии и очень приятно что Трофимова Кристина Владимировна учитель технологии школы номер 25 заняла второе место Рубинкова Татьяна Анатольевна учитель технологии МВОУ ООШ номер 45 заняла третье место Новобранцев Максим Сергеевич учитель технологии гимназии номер 55 стал лауреатом этого конкурса заняв четвертое место поздравляем вас коллеги с вашими достижениями и в будущем желаем также успешного участия побед во всех конкурсах любого уровня на этом слайде вы видите контакты адрес и обратите внимание коллеги вы видите здесь в каких группах зарегистрирована наша организация МАО МС и информацию вы можете получать и в социальных сетях а не только на сайте МАО МС как это было еще недавно я приглашаю вас участвовать во всех мероприятиях информацию о проводимых мероприятиях вы как и раньше можете посмотреть на сайте МАО МС в плане мероприятий на неделю на в тех социальных сетях которые указаны на нашем слайде приходите участвуйте не только в качестве посмотреть попробовать а в качестве тех кто проводит организует мероприятия с новым учебным годом уважаемые коллеги успешной работы творческой работы в новом учебном году до свидания до свидания spill и Продолжение следует...